Итоги уходящей среды Русского народного собрания отправились в столицу. Как это было? Спасена. Бобруйские огнеборцы вынесли из горящей квартиры пенсионерку. Я сразу же позвонил на телефон. Маме, естественно, не ответил. Я уже понял, что случилось несчастье. Что стало причиной ЧП? Бой со снежной стихией. Госавтоинспекция убедительно просит водителей не мешать работе снегоуборочной техники. О чем еще нужно помнить? А также контроль цен, чемпионат палеоатлетики и суровая зима. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Что будет за окном 11 февраля. Минск готов встретить гостей делегатов Всебелорусского собрания. Политический форум, напомним, стартует уже завтра. Первыми в столицу прибыли представители Брестской области. В обручании заняли свои места в автобусах после обеда. Среди народных избранников, руководства города, депутаты, педагоги, врачи, аграрии, промышленники и молодежные лидеры. До начала важнейшего политического события страны остаются считанные часы. Уже сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания встречаются в столице. Бобруйск, напомним, представляют 45 избранников. Это люди разных профессий, возрастов и социальных групп. Объединяет их желание внести свой вклад в развитие и благополучие Беларуси. С нами едет не только город Бобруйск, но и Бобруйский район, Кировский район, Осиповичский район. Это все наши делегаты, которые избраны и уверены, они будут представлять интересы бобруйской стороны так называемой. Все едут с хорошим настроением, с чистым сердцем, с душой. Уверен, что именно Всебелорусское народное собрание ответит на многие вопросы, которые сегодня интересуют наших жителей и делегатов Всебелорусского народного собрания. И уверен, что каждый из них потом донесет именно вот эту частичку этого Всебелорусского народного собрания в свои трудовые коллективы. В Минск, напомним, едут представители всех регионов по 310 человек. Областное объединение профсоюзов представляет Наталья Засимкова. Сохранить социальную направленность Конституции и политики государства в целом, убеждена делегат, сейчас главная задача. К слову, инициатива подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских предприятий принадлежит именно Федерации профсоюзов. На местах идею поддержали. В Бавруйске собрались свыше 24 тысяч автографов горожан. Мне посчастливилось принимать участие в 8 съезде Федерации профсоюзов в Беларуси с участием главы государства. В мероприятии такого формата, как Белорусское народное собрание, я буду принимать участие впервые. Конечно, для меня это очень значимое и ответственное событие в моей жизни. Меня, как председателя Бавруйского городского объединения профсоюзов, конечно, волнуют вопросы развития промышленной сферы, привлечения инвестиций, развития рынка труда, рост доходов нашего населения. Пять месяцев делегаты активно принимали участие в диалоговых площадках. Здесь они обращали внимание на самые острые и актуальные вопросы в современной жизни страны. Услышан был каждый. Наступает время озвучить все, что волнует белорусский народ. Каждый из бавруйчан, из белорусов мог высказать свое отношение по любым политическим вопросам, которые были злободневны последние полугода. И все делегаты Всебелорусского собрания, в частности, делегаты от города Бавруйска, они участвовали в всех этих диалоговых площадках. И вопросов много, разных, по разным направлениям, по образованию, по социально-экономическому развитию города Бавруйска. Настроение, безусловно, праздничное, потому что завтра Всебелорусское собрание – это для всей Белоруссии праздник. Потому что долгожданное мероприятие, связанное с утверждением прогнозов социально-экономического развития и решение тех глобальных задач, которые стоят для Белоруссии, будут решаться именно на Всебелорусском собрании. Поэтому, безусловно, для всех белорусов и для меня, как делегата Всебелорусского народного собрания, это праздник. Какими будут предстоящие пять лет? Два дня делегаты будут обсуждать направление социально-экономического и общественно-политического развития страны. Настроение, конечно, у нас замечательное. Несмотря на то, что сегодня морозная погода, но мы все настроены очень позитивно. Конечно, чувствуется волнение, потому что это собрание, на которое вся наша республика возлагает огромные надежды. На часах 15.00. Все рассаживаются по местам, три автобуса направляются в сторону Минской. Впереди долгая дорога, 150 километров пути. Будет время и познакомиться, и обсудить программу форума. На выезде из города возле Кургана Славы делегата встречают неравнодушные к жизни страны жители Бобруйского района. Так, патриоты желают народным избранникам счастливого пути. Но Всебелорусское собрание проходит раз в пять лет и станет уже шестым в истории суверенной Беларуси. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галевонко, Бобруйск-360. История спасения. Сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры пенсионерку. ЧП случилось накануне утром. Подробности операции с осчастливым концом. Прямо сейчас. Бобруйский, 12. Пожар на Пушкина. Внутри находится женщина. Тревожный сигнал в службу спасения поступил утром 9 февраля. В 7.46. Мне сообщили соседи, мгновенно. Сразу же сообщили, что около моего подъезда стоит куча машин. Позвонили, увидели. Я сразу же позвонил на телефон маме. Естественно, не ответил. Я уже понял, что случилось несчастье. Бегом сюда. В это время спасатели уже вели бой с огнем. Пожарный состав было решено разбить на две части. Первая по подъемной лестнице пробиралась внутрь, вторая отправилась через подъезд. Каждая секунда была на счету. Дверь пришлось взламывать. В одной из комнат обнаружили женщину. Выносим на воздух. Раздалась команда. Внизу уже ждала бригада скорой помощи. Ноги сюда. Восьмидесяти восьмилетнюю женщину госпитализировали. Нас не пустили в реанимацию, но со мной вышел доктор, поговорил. И сказал, что дышит самостоятельно. Только верхние дыхательные пути у нее наглоталась она. Пожар не прошел бесследно. Квартиру теперь ждет незапланированный ремонт. В результате пожара огнем повреждена кровать и постельные принадлежности. Закончены стены и имущество в квартире. Сейчас специалистам предстоит установить причину пожара. По версии детей, пострадавшей. Ей могла стать настольная лампа, которая стояла в комнате. Очень большая благодарность, кстати, работникам МЧС, что они ее спасли. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Инновационный рост, новые рынки и королева спорта. Могилев примет очередной турнир. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренние, но и внешние рынки. Это позволит отслеживать всю цепочку от производителей до прилавка и выявлять, на каком этапе и почему происходит рост цен. Импульсом стала ситуация с изменением стоимости некоторых лекарств. Беллес Бумпром в 2020-м увеличил экспорт. Предприятия отрасли смогли нарастить поставки продукции на внешние рынки до 608,5 миллионов долларов. Темп роста составил 105%. Такого результата удалось достичь за счет увеличения поставок на рынки дальнего зарубежья. Нашу продукцию получили потребители из США, Канады, Австрии, Великобритании, а также Индии и Индонезии. Резиденты белорусских технопарков за пять лет увеличили выпуск продукции в шесть раз. С 33 миллионов в 2015-м до 197 в 2020-м. Сегодня эта сеть охватывает все области – Новополоцк, Пинск, Горки, Борисовские и Ляховичские районы и включает семь центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. Число компаний за этот период тоже показало рост в два раза, а общая численность их работников – почти в три раза. Создано 2566 рабочих мест. Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике пройдет в Могилеве 11-13 февраля. Первенство примет спорткомплекс «Олимпиец». Турнир соберет лучших атлетов королевы спорта, лидеров разных возрастов, которые поборются за медали и путевки на чемпионат Европы в польский Торунь. В пятницу соревнования начнутся в 9 утра. На 14 часов запланировано их торжественное открытие. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 февраля. В четверг будет преобладать облачная погода. По юго-востоку республики ожидается снег, временами сильный. Метель, на дорогах снежные заносы, возможно, гололедится. Ветер северо-восточный – от 4 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 8 до 14 со знаком минус. Днем – 10-15 градусов мороза. Зима не отступает. В стране продолжаются сильные снегопады. На дорогах из-за низких температур гололедится. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Спецтехника работает в сопровождении ГАИ. Убирает снег и обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью. Главная трудность во время чистки – не задеть оставленное авто. Госавтоинспекция убедительно просит водителей не мешать работе снегоуборочной техники и свои автомобили не оставлять у края проезжей части дороги. Низкая температура подкидывает проблемы самим водителям. Примеров уже немало. Один из случаев произошел накануне – заглохла машина. Инспекторы не проехали мимо. При помощи специальных проводов подключили свой аккумулятор к двигателю обездвиженного авто и позарядили его. Во втором случае на трассе под Бобруйском водитель заправился дизелем. Позже выяснилось, что топливо летнее. Транспорт простоял на дороге несколько часов. На помощь пришел экипаж ГАИ. Инспекторы вызвали эвакуатор, а мужчину посадили к себе в машину. В Беларуси выздоровели выписаны 250 тысяч 78 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 261 859 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 607 72 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах. Основной профиль – болезни органов дыхания. В Могилевской области такие услуги предлагают. Дубровенко, Сосны, Шинник, Энергетик, Чайка, Санаторий имени Ленина и Орловского, а также детские лечебницы Свислочь и Радука. Еще больше информации на сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова